так ну вот прошло несколько дней после последних пересадок моих решила вам показать потому что я думаю что вы тоже переживаете так же как и я за эти последние орхидейки потому что они слишком были мокрые альбуфера было вообще немножко желтой шеи как как мне показалось от чего желтая никто не знает соответственно но только можно высказывать всякие догадки от недостатка света или еще там что-то от недостатка не знаю там каких-то веществ минеральных вот это конечно вряд ли можно угадать сейчас вот смотрите ну пока значит никаких изменений не произошло шея все в таком же состоянии хуже не стало это главное значит корни все уже просохли смотрите какие они сейчас после обработки топазом я вижу просто на лицо что все хорошо то есть на пользу пошла обработка и не только этой орхидейки у нее кстати корни были наоборот лучше всех но только что вот шея до беспокоит цвет корни то кстати были более-менее приличные так теперь наша красавица как мы только ее не обзывали мандала и мандала не знамо как решил ее оставить под этим названием корни смотрите значит таком состоянии да то есть как бы еще даже зеленоватые керамзит естественно сухой но корни еще более-менее зеленые но опять же я говорю что после обработки топазом мне кажется если бы я не обработала возможно было бы хуже но сейчас я считаю что не выглядит прилично очень даже прилично так и последняя орхидейка вот так я ее подписала и так и так я во всяком случае понимаю что это за орхидейка когда она перестанет цвести я буду знать что это за орхидея много споров тоже было предложение назвать кстати да хочу еще сделать акцент на том что ни один бутон не отвалился вот здесь на конце у нее только вот этот вот бутончик самый маленький который я в принципе вам прогнозировала что он пожелтеет скорее всего но я ждала этого он начинает желтеть до остальные бутоны в порядке цветы пока в порядке ничего не завяла вообще пока все хорошо так смотрим что тут у нее корни корни тоже просохли можно поливать уже прошло несколько дней ну разное количество времени конечно после пересадок но в принципе там день разницы между ними ничего такого страшного вот и сегодня я хочу их немножечко попрыскать так сказать немножко здесь у меня кстати лежит булыжник чтобы не перевешивал я щелла подумал что будет цветонос перевешивать на всякий случай я положила такой увесистый камушек сдачи а здесь у меня он под цветоносом пробка от шампанского она такая знаете мягенькая и она так немножко придерживает цветонос вот чтобы он не наклонялся больше так ну что давайте польем орхидей к сделаем ей немножечко влажно но немножечко пока эти орхидей к стоят у меня все на кухне на столе совсем скоро уже я буду переносить в общий очаг так сказать на общие полки никого не было замечено на них ну и плюс они же обработаны я их обработала я обрабатываю вместе с цветами стараюсь конечно обработать аккуратно цветы потому что ну вы наверно знаете что в центр цветка только попадать нельзя там где колонка потому что здесь так сказать осеменение цветка идет и есть туда что-то выпадает у цветок он просто увядает ну то есть опрыскать можно как бы вот вот здесь с этой стороны в основном червицы там и всякие там года несет именно почему то вот тут не ну конечно ползают везде ну так визуально я посмотрела я так просто узнаете на весь цветок не то что конкретно точечно так понемножечку я всегда так делаю на всякий случай потому что ну можно не заметить кого-нибудь на самом деле так полили эту это у нас не очень значит она сухая но сверху корешочки все-таки немножечко уже подсохли поэтому я аккуратно так смочу корень и так вокруг ой держу в руках просто телефон аккуратненько вот так смочу все то есть не до такой степени чтобы вода стекала потому что пока этого в принципе не требуется корни зеленые то есть вот так чуть-чуть смочила сделала немножечко влажно вокруг орхидейки я думаю что этого достаточно будет для первого раза всяком случае потом корни просохнут соответственно я немножечко попрыскаю больше так теперь эту красавицу эту красавицу он корешочки видно это тень падает вы не думаете что там все сгнило уже это вот актер падает просто видите я вообще наблюдаю в принципе за ней ну если там что-то и будет то это будет очень быстро и никто уже не остановит и не спасет поэтому я все таки надеюсь что тапаз помог потому что я опускала ее вместе с листьями не с листьями а вот так с срединкой как бы шею там все вот это мочила так здесь у нас корней прямо хорошо внизу такое видите прямо гармошечка поэтому даже побольше я смачиваю корни но только по краю горшочка такой полив желательно чтобы конечно попадала на корни когда на корень уже попадет он сразу позеленел и все и достаточно и немножко можно вот сюда на камушке попрыскать видно вот видите я лью потому что какое-то время пеностекло в воду задерживает держит недолго но все равно это какая-то влажность дополнительная все все вот так я полила посмотрите она моментально позеленела корни позеленели на вид они даже очень неплохо выглядят я все-таки думаю благодаря топазу собственно вот и все за шеей наблюдать каждый день я смотрю на всякий случай вот букетик у меня продолжает меня радовать вазочки там отваливается какие-то цветочки все-таки у бабочки мелкие ну а так еще в принципе общий план очень даже приличный так что не бойтесь состригайте если что со своих орхидеек цветоносы если у них нету сил держать эти цветы что если нет корней орхидеек или листья в плохом состоянии ну или вообще какая-то ситуация ничего страшного даже если есть такие полу созревшие бутоны они даже будут распускаться вот смотрите видите бутончик распускается потому что вот эти бутончики они уже вот маленький даун отвалится вот этот вот он ведь он уже пожелтел а вот вот эти дра спустится цветочки будут не очень крупные во всяком случае постоят в вазочке какое-то время так ну что в принципе с этими орхидей коми все наверно понятно если что-то случится с орхидейка я вам конечно покажу но надеюсь что ничего не случится поэтому они сейчас у меня еще постоят немножечко на кухне несколько дней а потом я их буду в комнату переносить ну все всем спасибо за внимание всем пока